Я бы пошел с тобой, но не хочу. Ну и что ты сделал, старый, глупый мужчина? Иди звони пожарникам! Пожарную вызывай, что ты стоишь! Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. И пришло время удовлетворить просьбам подписчиков, и в особенности Виталия Демченко, который последний месяц, наверное, регулярно и с настойчивостью, достоин мужчина, так сказать, пишет в комментарии, что хочет видеть обзор на КПЦ-70. Ну, не могу я настолько долго игнорировать человека, и сегодня будет видео как раз о данном аппарате. Танк подвергся некоторому ребалансу с точки зрения времени перезарядки, да и вообще, давненько мы его не разбирали. У него были изменения, и сейчас они касаются, кстати, конкретно этого аппарата, МБТ это не коснулось, что интересно. И, в общем и целом, я бы сказал, после вот того времени, что я провёл на нём, поиграл на нём, неплохо, очень неплохо. Танк, оказывается, занимает вполне достойное место в своём диапазоне боевого рейтинга, и вот этот аппарат, который произошёл, очень серьёзно поменял его геймплей. Причём, кстати говоря, вот очень странная, конечно, штука, но у КПЦ-70 перезарядка вместо 10 секунд стала 6 секунд, а у МБТ, который является его полной копией, по сути, в американской ветке, на боевом рейтинге 9,3, тоже такой же боевой рейтинг, время перезарядки 7,5 секунд. Интересная история, конечно, я не понимаю, как так выходит, но каким-то образом, видимо, выходит. Ладно, пусть так. Допустим. Сегодня у нас речь о КПЦ, и прежде чем мы к этому приступим, надеюсь на проявление вашей лояльности в том числе. Канал для того, чтобы развиваться, нуждается в вашей активности. Она выражается в лайках, подписках на канал, ну и прочем комментарии. Буду благодарен за проявленную поддержку. Ну, а теперь переходим к КПЦ. 152-мм пушка-пусковая установка является его главной огневой мощью. Как я и сказал, ей снизили время перезарядки до 6 секунд, и это уже очень даже сопоставимо со многими танками наших и более высоких боевых рейтингов. И даже быстрее, чем советские аппараты, например, стреляют на этом боевом рейтинге. Что, естественно, вернуло актуальность данному орудию. А то, что это еще и 152-мм, звучит так вообще кошерно. Я бы, конечно, на вашем месте губу слишком сильно не раскатывал. Хотя, с другой стороны, снаряды основные XM578Е1 очень даже неплохи. Это 152-мм лом, что звучит грозно. И по факту таковым и является оружие. Пробиваем мы, правда, всего лишь 346 мм брони в упор и 333 мм брони на 500 метрах. Вот такая вот девальвация пробития иногда случается. Насколько танки современные пробивают больше, сами посмотрите. Но этого достаточно. То есть, настолько же, насколько девальвирует пробитие, оно в этой же степени абсолютно остается актуальным, даже на значениях там около 300 мм. Этого за глаза, чтобы пробивать танки противника в уязвимые зоны, а некоторые и не только туда. Хотя, определенно, иногда с некоторыми танками возникают сложности. Там, типа, боевой рейтинг 10,3 пробивается иногда достаточно сложно. Но мы-то как бы на 1 бр ниже, на целую единицу. Поэтому, допустим, что так. Так, это не несет за собой никаких особых проблем. Помимо того, что у данного снаряда такое пробить, у него еще и неплохой урон для лома. Опять же, как всегда, тут все немножко рандомно, но тем не менее. Начальная скорость полета 1500 метров в секунду. Единственное, что не нравится, очень узкий угол обзора в прицеле наводчика. И то, что зум какой-то своеобразный. Он есть, но постоянно мешается. Не самый комфортный, привыкнуть можно, конечно, это не зум СТБ. Но, тем не менее, стоит это запомнить. Есть у нас также из вооружения еще некоторые особенности, которые позволяют назвать КПЦ-70 неплохим аппаратом. Это 20-мм пушка РХ-202, например, которая очень неплохо играет против каких-нибудь легкозащищенных целей. Пробиваем мы с помощью нее 57 мм брони в упор и 37 мм брони на 500 метров. Боезапас ее 750 снарядов. А это значит, что можно вполне себе хорошо распиливать всякие там Чентауру или Руйкеты и прочие-прочие-прочие танки, которые защищены слабо. Конечно, в бочину Леопардов, не знаю, если вы в Аркаде, например, играете или там в 62-ке пробивать у вас, скорее всего, не выйдет. Но, тем не менее, ей можно и создать дымовую завесу и попробовать сбить, например, вертолет. Довольно мощные боеприпасы, причем лента наполовину фугасная, так что у вас вполне это может получиться. То же самое касается и даже самолета. Эта 20-ка определенно добавляет актуальности танку. Есть еще дымовые гранатометы и позволяют нам пару раз откинуть дымы. А также есть мелкокалиберный пулемет, что тоже неплохо. По итогу получаем крайне внушительный набор вооружения, огромный калибр и при этом супербыструю перезарядку в 6 секунд. Конечно же, нормальный стабилизатор двухплоскостной, скорость поворота башни в 33,5 градуса в секунду и отличные углы вертикального наведения от минус 10 до 20 градусов наверх. И, откровенно говоря, на 9,3 это очень и очень достойные показатели для танка. Есть, конечно, представители, например, тот же XM1, который будет выглядеть не хуже, но теперь у него боевой рейтинг такой же 9,3. И у него свои плюсы, свои минусы, так что КПЦ от него определенно не отстает. Это сейчас за счет вот такого бафа к времени перезарядки одна из самых актуальных машин становится, потому что огневая мощь супер внушительная. И при этом мы перестреливаем, по сути, все, что встречаем на своих боевых рейтингах. Но тут стоит, конечно, напомнить, что КПЦ это далеко не имба в плане защищенности, хотя пока я играл на нем, ощутил определенные приятные дуновения от этого всего. С точки зрения брони тут никакого интересного вы опыта не получите. Давайте возьмем какой-нибудь там танк СССР, посмотрим, как ЗСУ пробивает нас, например, на бронебойной ленте, и в лоб она нас не пробивает, что логично. Но давайте возьмем теперь какой-нибудь Т-55А, возьмем его каморный боеприпас и увидим, что, в принципе, он нас пробивает довольно уверенно. Да, не возьмет нас, например, в маску и не возьмет нас там в часть какой-нибудь лобобашни, но зоны, которые защищены, все-таки довольно невелики. Но заметьте такой прикол, что, во-первых, здесь довольно рикошетные углы, и зачастую снаряды могут отрикошетить, а также во лбу бак, который танкует даже каморники, что уж говорить про другой тип боеприпасов. Но это, конечно, нас не защищает ни от чего серьезного, только от автопушек, такая броня. Но что главное, это рентген. Внутри у нас три члена экипажа всего, они находятся в башне, соответственно, живучесть невелика. Однако этот самый бак и разнесенная броня хорошо съедают снаряды, и танк довольно большой по компоновке, по габаритам, он зачастую может оттанковывать боеприпасы просто внутренней компоновкой. Это, конечно, шок-контент, но такое случается. По итогу, КПЦ-70 довольно живучий аппарат, хотя, вроде, предпосылок к этому не сильно много, потому что боеукладка есть, в первую очередь боеприпасы находятся в башне, есть, соответственно, под башней эта боеукладка и всего три члена экипажа, но иногда получается так, что один, два, три снаряда мы можем вытерпеть. Просто противники не стреляют туда, куда надо. Но, опять же, сильно на это не надейтесь, однако это лучше, чем могло бы быть, хотя эталонной живучестью и уж тем более защищенностью КПЦ не похвастается. Но защита от зенита к артиллерии это уже немало. Причем это все у нас может быть объяснено тем, что у нас хорошая подвижность. Некоторые танки, обладая худшей подвижностью, обладают еще более плохим бронированием, я уж не говорю про огневую мощь, и у КПЦ, в общем-то, все складывается в один большой плюс. С точки зрения подвижности, это очень и очень и очень неплохой танк. У нас полторы тысячи лошадиных сил на 52 тонны массы, то есть практически 30 лошадиных сил на тонну. И КПЦ-70 по праву один из самых быстрых танков на своем боевом рейтинге. Максималка 64 километра в час, назад тоже 64 километра в час. И это, опять же, дает нам возможность свалить, если вдруг ситуация становится для нас невыгодной. И именно это делает КПЦ сейчас одним из самых лучших танков на своем боевом рейтинге. С перезарядкой в 10 секунд ему определенно было тяжеловато. Он не мог никого перестрелять, и на этот раз его броня не защищала. Подвижность, конечно, неплохая, но не всегда есть возможность просто свалить. Теперь же с перезарядкой в 6 секунд мы не только доминируем над противником с точки зрения орудийной мощи, потому что большой калибр, нормальный урон, 20-миллиметровка, перезарядка быстрее практически, чем у всех. И при этом у нас есть хоть какая-то защищенность и суперхорошая подвижность. Эти 4 секунды влияют на геймплей КПЦ-70 просто разительно. И теперь он может не просто крыситься где-то там и раз в 10 секунд пытаться отвесить кому-то люля, но и играть активно, врываться и спокойно убивать танки один на один, или даже в ситуации один против двух что-то сможет сделать. Хотя и не всегда. Опять же, есть рандомность уломов. Но в руках грамотного танкиста, который знает, куда ехать, позиции, примерно представляет, как действуют танки врага, какая у них там перезарядка и так далее, и так далее, это будет один из самых сильных танков на текущий момент времени, просто вот за счет этого апа. Не знаю, будут ли его нерфить обратно, но тем не менее. Не скажу, что он настолько же имбует, как имбовал при введении. Все-таки появились куда более высокие боевые рейтинги, где ему не весело. На 10.3 он все-таки слабоват, он мальчик для битья. Нет брони, подвижность такая же, конечно, и орудие хорошее. Но тем не менее, нормально себя там чувствуют, хотя и тяжеловато. Но раньше-то вообще не было этих боевых рейтингов, он воевал против Т-64А. И, естественно, он перегибал просто как бог. Но даже сейчас, просто с перезарядкой в 6 секунд, он очень неплох. И очень близок к показаниям МБ, особенно в руках человека, который понимает, что с ним делать. А на этом на сегодня буду заканчивать видео. Пишите, что вы думаете по поводу МБТ в текущих реалиях рандома. Интересно узнать ваше мнение. А я пойду пилить для вас новый контент. Также не забывайте писать в комментариях, какие бы вы танки хотели видеть на обзор. Или не штурмовую штурмовку, там, Тарков, какие-то другие игры. Важно любое ваше мнение, будьте уверены. Я стараюсь прочитать и некоторые, как видите, запросы ваши удовлетворять. На этом точно все. Всем удачи и всем пока.